Первое, что я хочу вам сказать. Мой доклад это не совсем доклад, это скорее исповедь поэта, то есть выстальщика. Как видите, доклад посвящен мне 6, который до сих пор причиняет нам задания. Но вы понимаете, у нас эпоха HTVN-5, SS3, мы учим какие-то новые технологии, новые свойства. Мы думаем, что сейчас мы будем делать все красиво, фортер-граундинг, президент, все, как мы любим. Однако, наши мечты сталкиваются с реальностью. Нам приходится работать на компании, в которых есть свои запросы. И в этих запросах очень часто фигурирует поддержка ДЕ6. Вот фигурируете ли вы, кто из вас до сих пор поддерживает ДЕ6? Ну, вы меня поймете, как бы, да. А вот, ой, извините, не только слайд, но и реальность у нас, на самом деле, примерно вот такая вот нам. Я вам говорю швабру, говоря, как бы, работайте, не образуется еще высоко. А почему так происходит? Ну, лично я, лично я, вся такая окрыленная новыми технологиями, пошла работать год назад в компании ДАРИ. И те мне сказали, у нас поддержка ДЕ6 стоит вообще на первом месте. То есть, вот, мы делаем в ДЕ6 все красиво, остальные праузеры, конечно, тоже как бы красиво, но в первую очередь ДЕ6. То есть, никаких забиваний, никаких, там, рейтинг-рэйшен, как бы, ну, забудь я бы. Ну, почему? Боже мой! Уже статистика на то время была, там, ну, я не знаю, семнадцать процентов ДЕ6, что ли, было. Или даже меньше. Ну, короче, пора, уже люди начинают забивать, как мы это делали. Ну, и, собственно, что получилось? А заказчики, у нас есть заказчики, такие прекрасные, как бы все заказчики, они хотят. А почему они хотят? Потому что заказчики у нас корпоративные гиганты. Это, например, Мегафон, это Skyrim, некоторые другие, как бы, сайты, которым важна поддержка ДЕ6 просто потому, что они в своих корпорациях имеют свои корпоративные компьютеры со своей Windows XP до сих пор, как Windows там не обновляется, с одним браузером ДЕ6. То есть, когда вы делаете прекрасный проект, вы его отдаете, как бы, менеджерам Мегафоновскому, чтобы они на него смотрели. И что они могут увидеть, если вы используете, там, я не знаю, дебрадейшн? При новых, современных дизайнерах. Вы же видите все, какие у нас сейчас дизайны рисуют. такие кругленькие, сияющие, очень красивые, с полупрозрачными гонками, все как надо, как бы. Если вы используете Traceful Degradation в SVA-6, все будет квадратненькое, без тюшечек, некрасивое и так далее, и так далее. Мегафон расскажет вам много матерных слов, которые я не буду тут произносить, но поверьте, поверьте, как вам скажет, что это, почему это, и чтобы превентивно, как бы, этого избежать, мы поставим две или шесть в том, чтобы все это было красиво. Знаете, я пыталась баловаться, мне вообще не понравилось, я говорю, ага, давайте, как бы, допишем администраторам, пусть они, там, обновят импорт машины, пусть они, хотя бы, поставят им ее восемь, хотя, на самом деле, ее восемь нас тоже не спасет, потому что CSS-3, как бы, ну, извините, нам еще надо дождаться девятки. Вот. Поэтому в Дальбаку я, в общем-то, не удалась. Статистика по E6 выглядит примерно вот так вот. Корунеты у нас 30% с половиной, это все E, то есть 8, 7 и 6. Из них 4, 7% и E6, как бы, ну, вот, Яндекс, по-моему, отказался от пятого E, когда он был 5,5, меньше, ну, меньше одного процента. Ну, то есть, как бы, еще никто от ничего не отказывался. Вот 41% это на наших живых проектах, на Мегафоне, на Скалинке, вот это вот у нас E и 5% у E6, ну, то есть, даже, как бы, чуть-чуть побольше. И в этих вот 5%, как бы, сидят вот эти вот менеджеры, которые говорят нам много вольных слов. Так что E6, как бы, нас все еще порабощает, мы вынуждены, как бы, делать ему хорошо. Ну, мы все знаем, как бы, стандартные проблемы E, их, ну, на самом деле, так вот, если брать по большому счету, их немного, мы их все знаем. И я лично для себя выработал, как бы, определенный алгоритм, благодаря которому я могу делать оптимальный сайт, который сразу выглядит хорошо. И в нормальных браузерах, и в E6. То есть, я, в принципе, у меня большой очень стаж, я практически не тестировала E6, как бы, в процессе работы. И, но я верстаю определенным образом, и, когда я открываю уже готовую браузеру E6 потом, она выглядит хорошо. Практически никогда ничего у меня не разваливает. Как я этого добилась? Ну, вот, сначала с какой-то проблемой. Веркс мод. Я думаю, как бы, мы должны помнить еще что-то такое. ПМГ-24. Все все знают. Что дальше? Флот и эквилинг, это вот касается, в основном, и E6, у которого, как бы, вот, флочные блоки дают, там, дополнительный марджин какой-то. Блоки, значит, флот-керец оверфлоу вам вкладывают. Конечно, ну, я, как бы, долго очень подбирала корзинку, и вот, где-то все, что я могла придумать. Ну, тут все очень разнообразно, как бы, я думаю, что вы знаете, что это такое. Ну, и отсутствие поддержки CSS3, как бы, в наш 2010, сейчас еще год, да? Ну, это, это стыдно, но... Ну, вот, стандартные трюки, к которым я лично пришла. Мы верстаем сразу, думаю, о проилетах. То есть мы ни на секунду не выпускаем из головы наш прекрасный браузер, как бы, шестую версию, и все, на самом деле, версии. Потому что CSS3, ну, мы не применяем его, ну, извинится, ну, не может, не очень страдает, но не может. Поэтому мы сразу все это держим в голове, то есть все дальше будет, вот, идет в голове, как детика. Так, так, это, к слову, аквирксмор. Знаете, ко мне недавно вот Джабель постучался молодой человек, он учился верстать. Он меня спрашивает, говорит, да, ну, расскажи мне просто про полочную модель. Полочную модель, ну, да, будет что-то такое, но как бы с тех пор, как ей пять сдох, все про это уже забыли. Такой, а вот у меня что-то не получается, что-то как-то вот он неправильно считает. Я, наверное, думала, ну, минут пять, я сидела и думала, как это у него может быть что-то неправильно считает. Потом я вот сказал, что, чувак, доктай у тебя есть. Такой доктайп? Нету. Понимаете, мне в голову не пришло, что кто-то может до сих пор как бы не использовать доктайп. Доктайп используем всегда, чтобы не дай бог, если у нас здесь сводился критерсмор. Ну, какой доктайп? Лично мы отменяли, как бы, Вадим, они их страшно затронют, поэтому я теперь использую доктайп из HTML5, вот эта вот короткая, тут бы написано, доктайп из HTML, все. Я отказалась от HTML5, все это уходит в прошлое, поэтому, ну, либо HTML4.0.1, да, полный доктайп, либо вот доктайп из HTML5, всегда. Об этом я расскажу сегодня в своем доктайпе. А, да-да-да, Вадим сегодня, как бы, вашего доктайп. Дальше, conditional comedy. Я знаю, что есть люди, которые любят писать факи прямо в файл, которые любят писать факи либо вот в один файл для ее подключенный. Я всегда использую какие-то разные файлы. Ну, когда как, на самом деле, если проект очень сложный, то мне приходится подключать файл для ее 8. Если не очень сложный, то как бы без этого дела мы прекрасно находимся. Это наследуемый, то есть conditional comments, то есть, как бы, то, что я тут написала для 8 наследуется, для 7, для 6, ну, и так далее. Conditional comments – это очень удобно. То есть, хайки, никакие хайки не пишутся в файлы для нормального браузера. Очень помогает в жизни, честно. Я избегаю ПНД-24 где только можно. Ну, вот вообще, вот, вообще, где только можно, я его избегаю. Фоны, возможно, несколько вариантов картинок, возможно, какие-то специальные картинки для ее 6. Но чаще всего я стараюсь делать так, чтобы ПНД-24 вообще не было выбраиваться. Это все очень сильно упрощает, потому что в фильтре, в фильтре это, конечно, хорошо, когда у вас картинок мало, когда дизайн вот это, ну, достаточно статичный, когда это очень большой проект, начинаются определенные сложности с фильтрами, потому что там, это не позволяет использовать спрайты, потому что он не может перемещать. Либо у вас там, у вас там картинка один спрайл для нормального браузера, ну, короче, поморозь. Проще вообще обойтись без этого браузера. Сразу чьи не призывают. То есть, вот, ну, мы все помним, что это такое, вот эти вот флоты, вот это вот три, все, все вот эти вот падающие блоки, мы сразу о них думаем. То есть, если мы пишем флот-левт, марджин-райт 20%, мы сразу пишем дисплей-лайн. Вот сразу, прямо вот туда же. То же самое с клеерингом. Мы с Вадикой поднажды подрались немножко на эту тему. Я клеерю прямо в дефолтном CSS, там, где это возможно, я пишу ширина 100%. Это клееринг, как бы, E6. Ну, по-другому, нет, надо, как бы, писать файл для E6, надо писать вот Азум-1. Я не знаю, мне вон, у меня, как бы, вот это вот сильно экономит время. Хотя, иногда бывает, что, да, приходится потом написать какой-нибудь паддинг, и тогда все равно приходится переносить в файл для E6 вот этот Азум-1. Ну, не знаю, тут каждый, наверное, решит для себя, как оно удобнее и зависит, наверное, еще от дизайнов. То есть, у меня дизайнеры не очень любят так, то есть, ну, не так рисовать, что там паддинги какие-то нужны. Я очень часто так хожусь в маршруты, но мне хорошо. Вот. Здесь уже разметка, товарищи, уголки, тени, все это, как бы, прекрасные, сияющие, там, градиенты, не знаю, все что-то бывает. Все это делает секс-разметка, и мне уже не стыдно. Вот, честно скажу, уже не стыдно. Конечно, это происходит не таблицами, это делается, ну, дивами, спанами или чем угодно. Я вот уголки, например, предпочитаю делать абсолютным позиционированием, хотя в E6 это, опять же, вызывает определенные вещи, требующие экспрессионов, да, то есть, там, он неправильно считает ширину на этих улицах примитёжных. Короче, короче, экстра-размет мы используем, не стесняемся, товарищи, не стесняемся. Эти дредные шрифты, слушайте, знаете, у меня был корпоратив в эти выходные, а я же как будто удалённая, то есть меня в которой почти никто не видел. Значит, сажусь, я в автобусе такая, у меня представляют народу, говорят, вот это, значит, уже дальше, вот по Александру. Это тот человек, который внедряет шрифты, как ты это делаешь? Вот, у Макима, по-моему, был какой-то доклад на эту тему, я, честно говоря, уже не помню. Он меня всё время дробит, что я не читаю его сайт, ну, извините, я вообще задумала. Короче, OneFace. Есть такой прекрасный сервис, Фонсвирл, он как бы облегчил нам жизнь, но просто по-стябой не могу. Вы берёте шрифт, заливаете на этот сайт, он вам придает все варианты. Для E6, для всяких iPad, для Uber, в общем, все эти страшные типы шрифтов он вам выдает, он вам выдает сразу палец с подключением, то есть вы просто тупо копируете эти шрифты, вы тупо копируете это подключение, у вас работают шрифты везде, на E6 в том числе. Это очень удобно. Но, единственный минус уже со шрифтами в том, что, если у вас много начертаний используется, ну, то есть, как бы там, болт, семиболт и так далее, это всё вам придётся конвертировать и подключать отдельные файлы шрифтов, потому что автоматическая трансформация шрифта, она очень плохо выглядит, там зачастую в E6 там вообще начинается мясо страшное. Ну, то есть, как бы, мы шрифты используем, но, ну, так, осторожно. Не очень много, то есть, как бы, если у вас там два-три шрифта на странице, нормально. Ну, то есть, надо понимать, что они достаточно тяжелые получаются. Вот. Но это проще, чем картинки, это удобно очень. То есть, у нас вы доходите вот эти вот эти корпоративные шрифты, но от них вообще не буду деваться. Невозможно менять, как бы, тексты, потому что каждый раз приходит венджаааа поменять, а там всякие тумы. Ну, вообще, начинается. Поэтому шрифты – это удобно. Не боимся вот этих вот прекрасных слов. Не боюсь. У нас есть проект Disney. Disney – это компания, которая делает всякую детскую, ну, понимаете. Поэтому у них все на сайтах всегда сияет, переливается, как бы, там, градиентики, полупрозрачные штуки и прочее, прочее. Вот, кстати, Disney, слава богу, они у нас отказались от E6. Поэтому у нас тут только E7. Но это тоже, как бы, проблема та еще. Ну, и вот, у нас есть некоторые компоненты, которые одинаковые на всех сайтах Disney. Там, меню какие-то, какие-то баннеры, там, все это. Оно все очень красиво адресовано. Вот как раз при помощи SVG и при помощи e-mail. Так что этого бояться не надо. Это, конечно, сложно обычно. Я вам честно скажу. Я до сих пор не очень разбираюсь с SVG. Я, вот, путала его с Candace полгода назад. Очень страшно, короче. Но надо, надо. Приходится все это знать. Потому что много технологий, если вы понимаете. И обязательно тестирование на всех важных этапах. Ну, то есть, как бы, если вы такой матерый верстальщик, как я, вы можете, как бы, открыть сайт в E6 уже после того, как вы сейчас верстали. Ну, если вы не очень матерый верстальщик, то лучше, как бы, открывать сразу, там, на каком-нибудь этапе. Я не знаю, если вы верстали, там, раскладку посмотрели, там, если вы верстали, меню посмотрели и так далее. Если вы начинающий верстальщик, держите E6 открытым всегда. Ну, как бы, это сразу приучит вас, во-первых, к вышеперечисленным багам. Да, вы сразу будете понимать, что у вас здесь сломалось. На самом деле, я перечислила почти все возможное. Ну, там еще в E7 есть вот эти вот попадающие маржины постоянные, которых тоже надо избегать. Я, например, везде, где нужен нижний отступ, я пишу паддинг вместо маржина. Потому что я уже привыкла. Вот. Значит, тестирование. Ну, это важно. Обычно многие люди, как бы, они часто забивают на E6, открывают, потом в конце взрыв, попаться, куча времени уходит на то, чтобы вообще понять, что произошло. Потому что очень часто эффекты накладываются друг на друга. Лучше тестировать, как бы, в процессе. Ну и вот. Как вы понимаете, я не могла, на самом деле, оставить все как есть, подчиниться E6, как бы, упасть перед ним на колени. Нет, я не могла. Я, в конце концов, в сообществе. Веб-страндарты мне приходится продвигать все новое. Это прекрасно. Поэтому я, так, немножко, немножко из-под готов, но все-таки пытаюсь бороться с этой несправедливостью. В своей компании, в частности. Во-первых. Во-первых, мы используем graceful degradation в мелочах. То есть, если у вас есть какой-нибудь маленький такой незаметный мелочок, например, вот на скайлинке, что ли, мне нарисовали. Да, тут такую, буквально пикселов 20, наверное, в ширину такая маленькая-маленькая хрень со скруленными уголками. Я сказала, ой, а можно, а можно я не буду делать скруленные уголки в дверье? Ну, ладно, как-то все равно никому не видно. Там еще цвет такой совпадающий почти с фоном. Вот. Ну, как бы отказались от этого. Еще в каких-нибудь местах там можно продавить. Можно как-то что-то где-то, в общем, сделать новыми технологиями и договориться о том, что, ну, я тут у нас немножко постою в сторонке. Но это зачастую в очень-очень незаметных местах, чтобы там, ну, куда менеджер не заходит. Вот. Тихо и аккуратно и тайно, как бы, мы продвигаем свою идеологию. Дальше. Собственно, менеджеры. Менеджер тоже человек, товарищи. Я, на самом деле, сделала это открытие где-то, наверное, на четвертом году работы только. Я поняла, что менеджеры люди, да, и с ними можно разговаривать по-человечески. А также на четвертом году работы до меня дошло, что если, как бы, я скажу менеджеру, что я чего-то не умею, там, например, там, или что-то мне делать сложно, или что-то, в принципе, сделать очень сложно, он, как бы, меня не убьет, не уволит, не выпалит на конюшне, как бы, мое число это немножко упадет. Ну, ладно уж. Зато мне не придется делать какую-нибудь очень страшную вещь очень долго. Поэтому, если вы понимаете, что от вас хотят какую-то противоестественную вещь, которую вы, вообще-то, можете сделать, но, как бы, это у вас займет очень много времени, очень много сил, вы не стесняетесь, менеджеры очень ценят время. Вот они понимают только про время и про деньги, как бы, вот, про работу и можно не рассказывать, но про время и про деньги обязательно. То есть, если вы прилайсеры, вы говорите, да, я вам это сделаю, но вы 300 баксов сверху. Если вы штатные сотрудники, вы говорите, ну, конечно, нам, конечно, мы можем это сделать, но вот это вот плюс 8 часов. Вы уверены? Мой опыт показывает, что в большинстве случаев, в большинстве случаев, как бы, менеджер говорит, 8 часов, нет, давайте мы обойдемся, как бы, без этого. Вот, благо ради, делайте, как вам надо, только, чтобы не 8 часов, а 2. Поэтому менеджеров не нужно бояться, с менеджерами нужно быть честным, менеджерам нужно любить, как бы, разговаривать с ними, ну, хотя бы, как с детсадовцами, а не, как с детсадовцами. Хотя, вот, бывает, что-то лает. Ну, и, напоследок, я хочу признаться вам страшно. Да, как я, вот, уже вот, работаю фактически, гормачившись на Е6 в основном, я сравниваю, как бы, свои скиллы со скиллами моих коллег, там, всяких, живым едистом, например. Я так думаю, опс, я не знаю, что такое Канвус, ах, какой стыд. Действительно, ну, ребята, ну, невозможно. Если ты занимаешься исключительно увлажением Е6 по технологиям, которые были придуманы нами, я не знаю, еще, как бы, 10 лет назад, понятно, что ты отстаешь от индустрии. И тут не стоит пренебрегать, как бы, любыми возможностями, во-первых, своей компании, как-то, что-то, вот, заняться каким-то новым технологиям. Либо, если там уже совсем нет возможности, ну, занимайтесь своими проектами, я не знаю, делайте что-нибудь. Читайте, завершенствуйтесь, иначе закончите, как я. Я, вот, уже, я не знаю, CSS3, вот, кроме базы, значит, я не знаю ничего. Это ужасно, ну, то есть, как, не знаю, я знаю, где посмотреть статификации, да, то есть, я умею читать статификации, этому я научилась, слава богу. Вот, но так, чтобы вот очень хорошо уже управляться со всеми, там, вот, этими вот трансформацией CSS3, вот это вот, у меня уже все, мне хочется забиться под стол и отсюда смотреть. Это очень страшно, я вот этого вот уже ничего не знаю. Поэтому, поэтому, не повторяйте моих ошибок, самосовершенствуйтесь и развивайтесь, потому что, рано или поздно, E6 сдохнет. Вот сейчас у нас уже каждый месяц по 0,1% по-моему уже в ходе, как бы, и рано или поздно, там, всем менеджерам поставят Windows 7, что у нас. Вот хорошо бы им всем купили маки, но, увы, увы, это недостижимо, но Windows 7 уже, там, восьмерка, да, у нас, по умолчанию. Скоро выйдет девятка, и скоро нам всем, как бы, горчат жизнь, поэтому надо быть готовым к тому, что вас начнут эксплуатировать совершенно другими методами. Вы будете делать уголки борда райдерсом, готовьтесь скоро, уже, наверное, года два-три осталось. Поэтому квалификацию не теряйте, что очень важно. Вот, собственно, это все, что я хотела вам сказать. Спасибо, что вы слышали, что вы слышали. Какие-нибудь вопросы? Ну, прежде всего, я, Ольга, вас хотел бы поблагодарить за такой, за то, что вы вот эту тему вообще подняли, потому что сейчас, особенно, ну, среди собравшихся, вот все такие модные, все так знают все новые технологии, хвастаются какие-нибудь, да, все финтифлюшечки через CSS3, а когда доходит до дела, то, в общем, действительно открывается это все в интернет-эксплорере или вообще в шестом, и там рубленые углы, в общем, уродские, и вообще ничего не работает. Вот. Ну, собственно, я вам хотел два маленьких вопроса задать насчет скругленных углов. Ну, кстати, я хотел бы еще подчеркнуть, что скругленные углы, то они и в восьмом нет, если никто не знает. Ну, да. Вот. Так что, ну, в общем, это еще надолго довольно, по-моему, с углами. Вы вот четыре угла в абсолютном позиционировании, да? Да. А у вас внешний радиус, то есть вот, который за границей, он цветом фона сделан, да? Ну, обычно, да, обычно я вырезаю, вот когда есть какой-то фиксированный цвет фона, я вырезаю уголок так, чтобы он закрывал цвет фона. Ну, то есть, если вы фон меняете, то придется еще перерисовывать, да? Знаете, да. Но когда я понимаю, что фон может поменяться, я как бы использую несколько другие методы. Ну, таблицы, короче. Нет? Ну... Ну, неважно. Ну, бывает. Бывают и таблицы. Стыдно, но бывает. А то вот у меня недавно фоном вообще градиент был, так что мне без таблицы не так. Помню. И вот насчет градиентов. Вы вот сказали о нереализуемости градиентов. Ну, было у вас такое? Было же, нет? Ну... Ничего конкретного я не говорю, вы думаете, что это про фильтры? Ну, да, вообще. А вы их видели? Видел. Ну, я к тому, что линейные-то можно уже сделать? Да можно. Ну, знаете, вот лично дизайнеры, с которыми я лично работаю, они очень утонченные. Они когда видят, что все что-то немножко не так, ну, не дай бог. Поэтому я фильтры и Е даже не трогаю. И к тому же кто-то недавно сказал, ну, трогайте фильтры. Нет, не Макеев, а Макеев передвитил, по-моему. Кто-то из западных разработчиков. И сказал, не надо пользоваться фильтрами. Фильтры, ну, это говно. Не знаю, я не пользуюсь фильтрами, кроме вот БМ. Потому что что тени вот эти вот текстовые, что градиенты, они делают все-таки страшновато. То есть, если ваших дизайнеров это устроят, то ради бога, мы их не устраиваем. Ясно. Спасибо. Еще вопросы Ольге. Спасибо большое, Ольга, за доклад. Я вот год назад тоже был на собрании веб-стандартистов. И там был душевный доклад Макешвили. Вы, по-моему, в этом году заменили его. По-моему, душевности. Я, на самом деле, не совсем вопросы хотел задать. Я хотел пару забавных ситуаций рассказать. Они очень с вашей темой перекликаются. Вот одна про Great School Degradation. Ситуация была примерно такая. Мы сдавали проект, который видел менеджер на уровне дизайна и утверждал. А принимал проект, менеджер этого менеджера. Будем считать, это некий самый главный. И заранее, в общем, менеджер понимал, что сайт ВЕ будет не совсем так выглядеть, как должен. А генеральный его посмотрел ВЕ, и ему больше понравилось. Бывают вот такие забавные ситуации. Это как-то так из смешного. А еще, может быть, кому-то просто этот опыт пригодится, когда приходится обсуждать с клиентом вопрос поддержки Е6. А я на самом деле вполне нормально к этому вопросу отношусь, потому что люди, когда платят деньги, вы, наверное, должны решать, за что они заплатят. И в том числе и за поддержку Е6 некоторые хотят платить. Но мы в последнее время обсуждаем с клиентом такой момент. Мы показываем статистику. Ну вот то, что у вас в частности в презентации фигурировало про 5%. Если посмотреть на статистику в целом, то видно, что примерно те же 5% уже составляют мобильные браузеры. И тогда клиенту задавал вопрос, мы будем поддерживать прошлое или за те же деньги будем поддерживать будущее? Как правило, склоняются в сторону будущего. Ну, многие заказчики. Так что, если в проекте открывается возможность для какой-то дополнительной поддержки, иногда эти ресурсы правильно кинуть как раз на другое направление. Но это, конечно, актуально только для тех заказчиков, которые сознательно готовы отказываться от Е6. К счастью, такие начинают появляться. И, наверное, кроме процентов, статистики, это тоже является таким хорошим знаком. А еще хотелось бы, это, наверное, не вопрос, а скорее предложение. Вот вы рассмотрели стандартные такие проблемы, которые существуют в тех ситуациях, когда надо поддерживать Е6. Может быть, уже есть решение, вы порекомендуете некий какой-то свод, там, не знаю, правил, рекомендации для начинающих верстальщиков. Потому что люди, которые начинают знакомиться с версткой сейчас, да, они много времени тратят как раз на то, чтобы с вот этими смешными всеми пунктами, о которых опытные верстальщики знают, познакомиться. Вот вы можете что-то порекомендовать? Или, может быть, у кого-то из присутствующих есть планы по созданию какого-то такого, ну, там, полукурьезного ресурса, который бы рассказывал. Как все-таки победить Е6. Ну, а в целом, спасибо. Спасибо. Про полукурьезный ресурс, это как бы вот Рыбакова уже убила. На самом деле, наш сайт WebStandass.ru, он предполагается, и всегда предполагается в последние 6 лет, как мы его делаем, что это будет место, где будут собраны все материалы, как бы, которые могут помочь людям, вот в частности и для новичков, или не для новичков. То, о чем я говорила, на самом деле я не припомню, как бы, чтобы такие статьи были, вот именно вот со сводом вот этих вот проблем. Ну, как бы можно написать, не вопрос, как бы, если знать, я напишу. Тем более, как бы, вот меня требуют уже давно чего-нибудь, кроме редакторской обработки перевода. Я могу немножко добавить Е6. У нас есть статья про струклированную галкену в Standard.ru, там, в частности, описывается, как это сделать через VML и так далее. То есть, в принципе, немножечко, все не так плохо, как ты говоришь. Есть еще сайты энциклопедии, вроде «Position is everything», я могу ссылку потом показать, кому интересно. Сайты энциклопедии, которые, в принципе, забирают баги Е. То есть, вы залазите туда и пишете на простом английском, там, не знаю, float, clear, еще что-нибудь такое, и вам выдается статья на эту тему или что-то похожее. То есть, в принципе, библиотеки есть. Начинающий представщик, зайдя на этот сайт, он, как бы, закричит и убежит оттуда. Ну, лично мне этот сайт много раз помогал, когда я вот ключевые слова какие-то вписывал и понимал, что этот баг уже известен, там, 8 лет. Ну, в общем, да, что-то есть, что-то есть, но так как я все это уже держу в своей голове, я, к сожалению, не знаю такие материалы. Надо, наверное, пошерстить и посмотреть. Вот, ну, есть у нас, как бы, такие наполеоновские планы все-таки создавать какую-то базу, но вот они планы-планы. Хорошо, что сайт запустили на пятый год-то, боже мой, конференции начали делать. Ну, ребята, мы стараемся, мы стараемся, да. Так, пожалуйста, давайте девочку и саду. Спасибо. Все? Вопросы больше нет? А, нет, есть еще вопрос? Есть еще? На самом деле, не столько вопросов, а дополнений вот по поводу ресурсов для перестальщиков. То есть, недавно попадался, попался такой сайт, html5.org. Я, честно говоря, не помню, какой дизайнер был делать, в общем-то, что он там американец. Там, значит, такой же ресурс, в котором, по сути дела, собираются все, ну, там, значительные наработки в оформлении, там, html-кода, css, javascript. Так, в принципе, жанр полнерплей, это какая-то люди собираются, собираются что-то, такую библиотечку всех решений. Проблема с этой штукой следующая, что, если новичок подключит все, то это будет, как и E7.js. Это будет очень мощно и слишком сложно. Да, пожалуй, здесь до величков это не годится, но вот для... Собственно, это очень познавательный, такой, очень крайне полезный... Ну, в качестве такой библиотеки, которую стоит включить и проиграть, да, 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 согласен. Не знаю, я вот к этим всяким библиотекам отношу так, статистически, всякие вот эти вот действительно и есть... Нет, на самом деле, это только название такой библиотеки. Просто, на самом деле, собрание опыта, значит, написать, то есть вот сухой остаток описания, там, много подписанных. Пустили решение... Кстати, вот могу дурииваться ещё такой пример, который меня очень поразил, вот, вот, как, вот, вот, из этого сайта, что я не знаю, как .com или .com, не помню. Значит, там обычно функционально для… Если что-то, допустим, работает во всех браузерах, кроме Remote Explorer, там обычно используют условные комментарии, и подключают множество разных CSS-файлов, там, допустим, с патчами, скажем так, для E6, E7, E8. При этом, если говорить о производительности, что каждое подключение CSS-стиля, по сути дела, это отдельно запросовый сервер. Вот. И в этом плане, конечно, хорошо бы иметь… Ну, то есть, хорошо бы, чтобы CSS-файл был один. Веб-представщикам один — это сложнее поддерживать, действительно, проще разбить на несколько файлов. Значит, для этого сайта нам дается очень хорошее решение с помощью… Все патчи, которые нужно сделать… Все CSS-патчи, которые нужно применить к разным версиям Internet Explorer, они применяются через, значит, добавление класса… Класс E6, E7 к тегу HTML через условные комментарии. То есть, там, допустим… Они добавляют или там очень сложный блок комментариев, conditional comments, для поди, скорее всего, добавляют атрибут класс. Я, в принципе, видел такое решение, да, оно очень классное, позволяет тем, что вам не приходится писать хаки, вам приходится писать префиксы в виде мини-класса. То есть, действительно, тогда получается удобно… То есть, можно вполне… То есть, один CSS-пайл, в котором просто все патчи для E6 и E7, они оформляются в виде .E6, класса… И при этом это все работает без JavaScript, ну, то есть, не завязано ни в какую библиотеку и так далее. То есть, в принципе, у нас почему-то… Это на Западе получило распространение, там, Энди Кларк продвигает еще парочку ребят. Может быть, он и есть автор. Вот. Про это еще никто не писал, на самом деле, по-русски нормально не перевозил, но лично меня пугает громоздкость эта технология. То есть, там, получается, огромный кусок штанель-коды, а вокруг пасть. Ну, то есть, вопрос… У нас сегодня потенциально будет… Я очень верю, что у нас будет доклад Вадима Пасова, который расскажет про принцип работы с CSS-ом в Яндексе. Поэтому, в принципе, я предлагаю оставить вот это вот более подробности с подключением и хаками до доклада. Вот. Если есть еще вопросы, будет хорошо, а так мы отпустим Панду Михайловну. Еще есть. Подождите, Аль. Вот у меня такой вопрос насчет использования дополнительной разметки. Почему, например, нельзя избежать этого, используя expression и создавать… Ну, есть такой expression, который, как бы, выполнится только один раз. Создавать дополнительную разметку, ну, как бы, вот именно в CSS-файле, который для использования. Ну, можно, но кому как удобнее, понимаете. Я, например, джейсник, из меня просто как… Ну, в общем, я бог это умею делать, поэтому я предпочитаю экстроразметку. Я думаю, что, ну, не знаю, верстальщик – это все-таки не программист, и многим, наверное, будет проще использовать экстроразметку. Если кто-то умеет писать expression, как бы, факт ему в руки. Хотя, зачастую, вот, знаете, вот у нас, например, мегафоновские сайты, они очень сильно перегружены флешем, например, и всяким дживоскриптом. Когда это все в момент загрузки одновременно срабатывает, ну, или не одновременно, но, короче, все это часто очень падает. Поэтому, например, на мегафоновских проектах мне, как бы, сразу программисты сказали, не гадит expression, вот, чтобы не было, и все. Просто есть возможность, когда expression сам задает переменную внутри этого элемента и сам же проверяет, если она есть, то он, ну, как бы, не выполняется. Даже кэшированные и самоуничтожающиеся expression, они все равно expression. Они все равно один раз, как минимум, срабатывают. Ну, как бы, понятно, но нужно смотреть, насколько это, ну, то есть, насколько это тормозит. Но, возможно, в некоторых случаях, как бы, все-таки это использовать лучше, чем создавать дополнительные элементы, которые, ну, если, например, вы, ну, как бы, перестанете поддерживать шестой explorer, вам придется пересматривать все шаблоны и, как бы, ну, чистить это. Ну, строго говоря, пустые элементы есть, не просят? Строго говоря, они не просят есть. Строго говоря, у нас, в основном, как бы, промо-сайты, которые подыхают, как бы, через полгода. В больших проектах мы, конечно, используем немножко такие другие технологии. Понимаете, ну, мы не Яндекс. Многие очень не Яндекс. Поэтому я говорю для тех, кто не Яндекс. Вот. И на самом деле… Яндекс. 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 Что-то я еще хотела сказать про это. А, если вы используете expression для наверчивания оболочек, это получается, что вы для нормального браузера делаете новыми технологиями, да, CSS3. Используя эффектные элементы. Я, как раз, для себя поняла, что проще верстать устарелыми методами одинаково для всех. Гораздо проще в поддержке. Вот, как бы, именно эту мысль, как бы, я хотела донести. Что, ну, так выходит дешевле. Потому что, когда вы для одних делаете одно, держите в голове одно для других другое, как бы, потом у вас начинается путаница в голове, начинается путаница во всех проектах, потому что там, ну, код где-то переносится, где-то что-то копируется. Для нашей компании оказалось проще верстать устарелыми методами, для всех браузеров одинаково. И еще вот по поводу использования спрайтов и по NG24. Вообще в CSS есть такое свойство clip, которое обрезает элементы. То есть, на ОВЕ вроде как, ну, оно работает и все равно. Или везде, я все равно абсолютно позиционирую. Но в некотором случае, как бы, это можно использовать. Безусловно, ну, как бы, в некоторых можно. Но, знаете, это редкость такая, что я почти вот этим не пользуюсь. Шесть лет, наверное, работаю, ну, почти никогда мне это не пригождалось. Поэтому я даже не стала упоминать. Можно? Спасибо за замечание. Хорошо. У меня был еще один вопрос, и после этого, наверное, на кофе-брейк квартан и беседу. У меня такой вопрос. Вы многое не про Е6, а про Восьмой. Вот у нас в компании раз от раза периодически возникает такая проблема. Клиенты обращаются к нам и говорят, что сайт, который мы разрабатывали, там, и который тестировался в Е8, он у них отображается неправильно. В итоге мы ищем причину проблемы и видим, что просто Е8 отображает у клиента в режиме совместимости сайт. То есть там есть у него режим соответствия стандартного, режим совместимости. И вот периодически приходится копать интернет и искать информацию, как сделать так, чтобы вот бронебойное какое-то решение, чтобы Е8 всегда отображал соответствия стандартного. То есть я видел, на Хабре была несколько месяцев назад статья про метатег, который увеличивает вероятность того, что Е8 точно отобразит. То есть там в полной соответствии, когда правильно написан дактайп, использование этого метатега. Но все равно проблема какая-то продолжает оставаться. Может, вы знаете какое-то решение, которое действительно железобетонное? Да, в общем-то, я всегда думала, что вот это как раз с метатегом и с дактайпом железобетонное. То есть мы им пользуемся, и вроде у нас никаких особых проблем не было с этим. Ну, как бы, не знаю. Если что, то отожмите кнопку, отожмите, пожалуйста. Что бывает? Десять раз страница обнаружишь, девять раз отобразится нормально, и десятый все равно все слетит. Слушайте, ну бывает. Ну нету, нету никаких таких решений.